В наш город Ухаград пришли новые жители. Пингвин, ты кем хочешь здесь стать? Вечеть животных. А, ветеринаром значит, да? А ты кизрум кем хочешь стать? Я хочу жить без забот на своей заслуженной пенсии. Понятно. Пенсионер. О, всё, салют, смотрите. Все, можете начинать строить. Новые жители построили себе домики, место их работы и, в общем, то, что они хотели построить. У нас здесь появился банк, зоомагазин, больница, пингвинческая, парк и вот этот домик. Я не знаю, как он называется, просто домик. И ещё ларёк шоумой. Стоп, что? Почему он здесь? Пойдёмте все гости к Орбиту, он нам расскажет свою историю, как он приехал в Ухаград и зачем построил здесь парк. И он жить будет-то вообще, вон в той пещере, что ли? Я буду, да, да, я буду там обитар. Орбит, почему ты сюда пришёл и вообще зачем, вообще почему? Я отучился в Москве и переехал в ваш город, потому что хотел изменить хоть какой-то посох мира. Построил парк. Тут есть очень редкий обитатель пингвин. И ещё лиса. Ещё. Так, ну давай посмотрим сам парк. А-а-а, у нас здесь тут дорожка из настоящего мрамора. Тольятский мрамор. А-а, ещё есть очень хорошие скамейки, в которых лисы застревают, и пингвины тупые. Так, это мы выжжем. А-а-а, заборщик сделан из металла, не покрашенный, потому что денег не хватило. Кто будет себя плохо вести, я его заставлю этот забор красить. Так, следующий. Ещё есть деревья из Ламбард Тайкон 2. Это ещё и что делать? И самый прекрасный это водопад по вкусу. Тут ещё рыбу можно ловить. А это чё? А, это моя зона обитания. Твоё скромное жилище. Мы были в гостях у Орбита, теперь идём... Пойдёмте к моему другу Пингвину. Ну чё, давай, Пингвин, приглашай на свою больницу. Короче, в этой больнице я только что селил руку, ногу и голову, потому что вот эта прекрасная девочка не отличила лиса от пингвина и запульнула меня в космос. Парадек. Ладно. Мы будем принимать заказы вот тут. Дальше. Тут есть кабинет. Скромный кабинет. Зато тут есть стена. Дальше. Другой кабинет. Тут есть тоже стена. Койка. Короче, на этой койке мы режем Орбита иногда. Так, ну давай расскажи свою историю. Однажды я плыл в Адарктиду и был ураган. Я попал в этот ураган. Меня вынесло на остров. Мой кораблик сломался, но пришёл вот этот прекрасный человек, починил кораблик и я улетел в Адарктиду. Но я захотел остаться. Я захотел построить ветеринарную клинику, потому что мне было очень плохо после того момента. Я не хотел, чтобы другим чего-то мне было очень плохо. Это было очень жёстко. Короче, пингвин стал очень добрым и построил здесь байницу, в которой мы будем лечиться. Давай продемонстрируй нам пингвин, как ты вылечиваешь пингвин. Смотри, вот это огромный шприц, а вот это огромный ещё один шприц с тиком. Пройди в кабинет Орбит, боишься что ли? Смотри, берём этот прекрасный шприц, надо его как-то взять. Куда тебе зарплату платить с такой квалификацией? Да и вообще цель-то на заработнике надо делать, это я. Ладно, давай. Короче, вот, вы отсюда не выйдете, что я так захотел. Э, в смысле? И вот такая вот ветеринарная клиника у пингвина. Ну, вы много чего полезного в этом городе сделали. Построили парк, в котором можно будет вечером сидеть и отдыхать. Построили поликлинику и построили банк с магазином. Сейчас посмотрим, что там за банк. Так, пройдёмте в мой банк. А зачем ты вообще здесь в банк? А чтобы коины здесь хранились, так что всё, и снимались в банк. Ну, давай-ка нам расскажи свою историю поподробнее. В общем, я как-то раз заблудился, я шёл по трассе со своей стаей и увидел лес, а там бежал зайчик. И я побежал за зайчиком в лес, он скрылся, я дальше пытался найти выход из леса. Ну, в общем, дошёл досюда. Вот так я и попал в этот город. А, то есть ты сюда пришёл и построил банк, открыл банк и стал миллиардером, да? Да. Почему не скучно? У меня тоже есть. Ладно, давай посмотрим, что за банк. О, какой красивый доллар. Всё, погнали. Здесь вот такая вот дверь, через которую можно проходить. Так прикольно. Давайте начнём с банкомата от фирмы Ух, в которой можно играть в робот. Понятно. А почему здесь тарты растут? А вот это вид искусства, это вот такой вот новый вид цветов, тарты называется. Вот видите, какие зелёные красивые тортики. Это ещё не спелые, они будут спелыми, они будут ещё красивее, я вам говорю. Ладно, пойдём дальше. Так, вот. Теперь мы проходим сюда. Здесь сидят зэги и это, да, терминал, типа. И что-то тут делают. Вот такой вот банк, крутой очень. Ну вот люстра, кстати, крутая, да. Ты свечку стену вбил, да? Конечно. Смотрите, какой зоомагазин. Тут лилия кормит, кстати, да. Тут витрина, на которой плавают рыбки. Правда, некоторые задом, но... Откройте, парил, я хочу покушать. О! Всё, сидите сперту. А, не надо, дядя! Ладно, на, выходи, да. Во второй витрине у нас сидят капибары. Капибары. Одна большая, другая маленькая. Вот так. Здесь плавают рыбки, капибары. Из-за этого охота зайти в этот магазин ЗОО. Который у нас есть серебряная кнопка, золотая кнопка. Ой, то есть корм для рыбок и корм для рыбок. Ещё у нас 10 капибары плавают. А это кто здесь? Это кошка. Это попугай. А вот это уже попугайчик. А это пельмешек. Смотрите, он сюда переехал. Это кошка. Ух, везда? Я без начала это что-то напомню. Чё? Я не могу сказать. Был бы тот орбит, он бы зацелил. Ладно, идёмте на улицу. Крайная машина. Историю рассказывать. Слушаем историю. Я приехала в Лухоград и нашла одного маленького бездомного белого котёна. Бездомный нашла ещё больше бездомных животных. Мне решили делать пол-магазин. Копибары тоже бездомные были? Да. Ух, чё ты так замолочал. А рыбки тоже на улице нашли? Да. А рыбки, а вот сюда. Кстати, пингвина я тоже на улицу пошла. А вот это я сейчас не понял. Липон. А здесь ещё какие-нибудь животные будут? Кроме капибары. В следующий раз, если мы попадём, то тогда выпьём. И сделаем здесь вообще много чего. Да, вот, да. Вот, бери нас. И вот такой у нас получается здесь зло-магазин. Остаётся последний домик. Блин, красивый домик. Смотрите, какой домик построил Кизрум. У него есть два входа. Вход спереди и вход сзади. Вообще, это дом из мультика под названием Верх. Чё, пойдёмте в домик? Так, приглашай на Скизрум в домик. Ушка такой, всё, я захожу в дом. Ладно, пойдёмте в минуту. Вот смотри, вот тут камера. Да. Вот это камера. Ладно, заходим в домик. Нас встречает небольшой коридорик. Смотрите, пушистая стена. Пушистая стена. Здесь у нас вот такие вот окошки и никакой мебели. Ну тут ремонт, я уже сказал. Это что за стена такая? Получается, вот эта комната и есть ещё вот эта комната. Но снаружи он выглядит гораздо красивее. Он выглядит как прикольный домик на полянке, где растут цветы. Итак, моя история. Когда меня хотели выгнать из дома, я решил сбежать на своём доме на шарах. Но я попал в шторм. И половина моих шаров, кто поднимали дом, лопнули. Стал тащить дом на своих плечах и так устал. Но я встретил ухо, и он предложил мне поселиться у него в городе. Во время шторма дом повредился, и он сейчас на лемонте. Это очень печальный мультик. Ту-ту-ту-ту-ту. Нет, вы не убежите от меня. Моими же гарпунами портит моё же видео. Насколько пингвина портел. Ладно, я больше так не буду. На этом вторая часть строительства Ухограда заканчивается. Всем пока. Передаю привет Никите. Всем пока. Пока.